Как это так? У человека, который прожил несколько лет в Сочи, до сих пор нет ролика, чем же там заняться. Его я снимаю специально для моего крестника Саши. Привет, Саша! И он едет в первый раз в Сочи. В этом ролике я расскажу вам о том, что же там посмотреть, чем там заняться и что такого классного в этом удивительном городе, который многие ругают за то, что там слишком дорого, и вас все будут пытаться обмануть. Первый раз в Сочи я приехала, естественно, уже после Олимпиады 2014 года, потому что в 2014 году я только выпускалась из школы. Естественно, в Адлере там уже не приходили прямо через улицу Ленина свинки или коровы. Там уже все развито, хорошая инфраструктура. Хорошая инфраструктура я сравниваю с городами, с которыми я уже успела пожить. Это и Казахстан, и города России, как Москва. А Москва все-таки прекрасный город, но море лучше. Так и Чебоксары, предположим, Турция и даже Грузия. Поэтому Сочи навсегда остается в моем сердце. Там есть и школы, и детские сады. Школы и детские сады. Очень интересный вопрос сразу относительно, например, вот этого жилого комплекса, в котором школы так и нет. Школа здесь будет, здесь вопрос стоит с администрацией. Все, что зависит от застройщика, застройщик свои обязанности выполняет в срок. В магазины, рынки, можно купить всегда свежие овощи, фрукты, сходить погулять на море, чистый воздух, соединение горного и морского. В общем, настоящий кайф. Давайте я вам расскажу о том, что же там такого, что поразит и вас, возможно, в самое сердечко. Я думаю, что где-то должен быть второй выход, потому что я куда-то говорю. Когда вы в первый раз приезжаете в Сочи, ваш отпуск будет очень сильно зависеть от того места, где вы остановитесь. Потому что Сочи это город, который растянулся на расстояние 146 километров. То есть, представьте, это Лазаревская, Дагомыс, еще все, что между ними. Сам центральный Сочи и это Адлерский район, плюс еще Сириус и до границы с Абхазией. Это все Сочи. Где бы вы ни остановились, вы такой получите отпуск. Ах, это Вардане! До моря 200 метров. Чистое-чистое море, прекрасный пляж. Например, если мы возьмем Лазаревский район, то это, можно сказать, как бы не обидеть там. Парам-парам-пам. А вот тут вот тачки, вот там вот дачки. Если вы приезжаете в Лазаревский район, то это максимально провинциальный городок России. Туда обычно ездят те, у кого очень маленькие бюджеты. Там дешевые квартиры, там дешево можно отдохнуть за полторы тысячи рублей, заселиться даже летом. Спокойно вообще на троих, а то и на четверых. Это среднего, даже ниже среднего уровня отпуск. Если вы приезжаете в Адлер, в особенности вы, если останавливаетесь в районе Сириус, то это уже элитка, так сказать. Ну, конечно же, Сочи-парк. В Сочи-парке бывают очень дешевые номера, в зависимости от сезона. Лучше всего и выгоднее всего ездить весной и осенью, потому что осенью еще можно искупаться. Весной еще искупаться нельзя в море, потому что достаточно холодно. Но находятся сундучки, которые это делают. Если вы останавливаетесь в центральном Сочи, то вы, вероятнее всего, будете заниматься ночными прогулками. Мало осталось в нашей стране мест, где можно наслаждаться жизнью. И Сочи является одним из них. Прямо сейчас мы парим над прекрасным городом, возвышаясь в заведение под названием Sky & Vine, где у нас проходит нетворкинг-встреча отдыхом в барах, ресторанах и наслаждением всеми прелестями центральной жизни. То есть центральный Сочи, можно сказать, это регион Москвы. Можно сказать, раньше туда приезжала та аудитория, которая сейчас проживает в Дубае. И некоторые говорят, что вас везде будут пытаться обмануть. Да, люди пытаются обсчитать, и это абсолютно нормально, но это абсолютно нормально для любого курортного города, где люди зарабатывают сезонно, потому что это единственный момент, когда вы приехали заработать для них. И они будут пытаться это сделать, они будут зарабатывать. В общем, собственно говоря, мы с вами прибываем на улице Орбитовская, на которую нас ведет жуткая гора. Односполосное движение, на которое обычно толкаются машины, но на данный момент нам повезло, их нет. Их просто-просто нет. Так вот, вот там, вот прямо вот там, где показывает мой палец, находится море. Море в шаговой доступности, в шаговой доступности 5 минут до моря. Ну и первая рекомендация, если вы приехали первый раз в Сочи, берите как можно больше экскурсий. Действительно, никто вам не расскажет лучше о городе, чем те, кто занимаются этим каждый день. О каждом уголочке люди знают абсолютно все. Практически каждую мелочь, которая может возникнуть у вас в голове, вы можете спросить у вашего экскурсовода. И лучше покупать экскурсии сразу в первый день, потому что некоторые могут успеть потратить деньги ко второму или к третьему дню своего отдыха. А так у вас уже будут гарантированно купленные экскурсии, на которые вам просто придется банально пойти, потому что они у вас уже проплачены. А сейчас я вам покажу, рядом с чем вы будете прогуливаться, выходя из вашего гостиничного комплекса. А экскурсии там стоят недешево. Один из самых лучших вариантов посетить как можно больше всего. Если вы едете летом, не берите водопады. Разные-разные-разные, их там несколько водопадов, на самом деле я на них не была, и поэтому я их не рекомендую брать. Нам, когда я приезжала еще как турист, сказали то, что можно нарваться на засуху, и вместо водопадов вы не увидите ничего, это будет просто сухая скала. Лучше вместо этого посмотреть водопады, которые будут входить в часть других экскурсий, потому что водопадов в Сочи очень много, горных речек очень много, и следовательно вы сможете найти более интересные водопады, которые даже если и не будут в этот момент течь с горы, как минимум вы не огорчитесь, потому что сможете увидеть что-нибудь другое. Например, водопады есть на Красной Поляне, но они чуть-чуть попозже. Куда же брать все-таки экскурсии, если у вас есть ограниченная сумма денег? Если вы останавливаетесь в Сочи, то берите экскурсии в Адлер. Если вы останавливаетесь в Лазаревском, то вам уже ничего не поможет. Если вы останавливаетесь в Адлере, берите экскурсии в Сочи, например, Ночной Сочи. Очень классная экскурсия, вы сможете посмотреть его полностью. Вероятнее всего, вам будет очень неудобно ехать в Сочи и тратить час на автобусе или даже час на такси для того, чтобы добраться из Сочи в Адлер. Ну и, конечно же, немного расскажу вам о моих болях. Между Хоста и Кудепстой образуется огромная пробка, которую, что делать? Ну, приходится проезжать. Поэтому выбирайте электричку. Кстати, электричка просто топ. Скачивайте расписание. Расписание в специальном приложении РЖД. Иногда, когда сходят сели... Сельди. Когда сходит земля с гор, может засыпать немного сочинскую железную дорогу. И в этом случае поезд до вас просто не доедет. Кстати, у меня вот тут вот есть ролик о видах транспорта в Сочи. Поэтому заходите, смотрите. Самым спорным вопросом является, несомненно, Абхазия. Посещать или не посещать? Ну, вы знаете, какая ситуация сейчас сложилась. Если вы когда-нибудь собираетесь поехать за границу, то есть вероятность, что в какие-то страны вас могут не впустить. Например, в Грузию. Они даже рисуют ее на картах, как часть Грузии. Но если вы все-таки решили туда поехать, проходите только по российскому паспорту. В Абхазии говорят то, что очень красиво. Например, там можно посетить голубые озера, первые ущелья, различные каньоны, невероятно много природных красивых мест и много заброшенных. Ах, чудеса! Места, которые стоит посетить в Адлере. Под Адлером будем понимать Олимпийский парк, Сириус и сам Адлер, центральную часть Адлера. Ах, это локация, курортный городок. Самое романтичное место, которое я только встречала. Туристы тут присутствуют уже с самого марта и по самый ноябрь. В остальное же время тут абсолютная тишина. В Адлере, во-первых, обязательно нужно посетить этот пляж Чайка. До пляжа Чайка от центральной части Адлера идет пешеходные дорожки, много парков, мест, где продают различные сувениры. И пешком доходите до набережной пляжа Чайки, по набережной прогуливаетесь и обязательно посетите, посмотрите. Мандарин это такой торговый центр с клубами, ресторанами под открытым небом. Очень интересное место, обязательно стоит посетить, посмотреть. Не каждый найдет чем там заняться, потому что днем там круто прогуляться. Ты попадаешь как будто в совершенно другой мир, который находится на уровне выше всего, что тебя окружает. Как в Дубае, то есть плитка положена на улочках между магазинчиками и это просто кайф. Дальше по мосту можно перейти и пешком выйти на набережную к Олимпийскому парку. Пешком дойти, там можно взять самокат и на самокате прокатиться или дойти пешком прямо до Олимпийского парка. Второе место в Адлере, которое стоит посетить, это сам Олимпийский парк, Олимпийский огонь. Конечно же, с стадионами это не только шайба, это и футбольный стадион Фиш, за которым я очень любила ходить на футбол. Футбол это просто отдельная моя любовь. Если же у вас есть много времени погулять по Олимпийскому парку возле Олимпийского огня, то в этом случае можно взять велосипеды. И отдельный день можно выделить под посещение парка динозавров и Сочи парка. Не Сочи парка отеля, а Сочи парка, именно того самого Сочи парка, который детский и развлекательный. Каждый взрослый найдет тоже там для себя что-то пугающее. Например, я в первый раз прокатилась на фиолетовом аттракционе, горках, после которых я ездила с закрытыми глазами на всех остальных американских горках. Мне было очень-очень страшно, и я больше никогда не хотела на таком кататься. Сердце просто убегает в пятки. Но кто-то любит экстрим, поэтому обязательно прокатитесь. Дальше, если рассматривать географически, то нужно поехать на Красную Поляну. Горы стало видно лучше, и прямо сейчас я хочу вам показать эту прелесть. Она находится прямо за мной. Это просто удивительный вид. Скажите, а что вам ближе? Горы или море? Я успела ее увидеть и как человек, который продает недвижимость, и как человек, который просто туда приезжал и вообще не понимал, что там происходит. Красная Поляна это горнолыжный курорт, который обязательно стоит посетить зимой, если вы умеете кататься на лыжах или на сноуборде. Там можно забраться на вершину гор как пешочком. На канатной дороге, дальше после этого погулять по горам. Кто-то занимается тем, что катается на велосипедах по этим горам, то есть там есть специальные трассы для катания на велосипедах. У нас один друг занимается такими покатушками, скажем так. И это очень прикольно. Лучше кататься на велосипеде по ровным прямой местности. Как вы считаете, как лучше кататься на велосипедах? Пишите в комментариях, с удовольствием прочитаю. На Красной Поляне это отдельная тема, что нужно посещать. На части там, где Газпром, там есть каток. Можно кататься на коньках. Не забудьте развлечься за меня. Если вы поедете в горы, обязательно съешьте бургер в горах. Это кайф. Это бургер, который вы съедите на определенной высоте. Высоко-высоко, с чистым-чистым воздухом. Прочувствуете каждый миг. Вы как птица, парящая в небе, которая может достигнуть чего угодно, добиться любой вещи в этой жизни. Красота-то какая! Лепота! Ну и четвертое, чем хотелось бы завершить, это, конечно же, чем заняться в Сочи, если вы едете в Центральный Сочи. Это, наверное, самый большой список, потому что, во-первых, это парк Ривьера. Парк Ривьера, который находится на набережной. Это парк Ривьера, в котором находятся детские развлекательные прогулочные места, и в том числе дельфинарий. Набережная, которая идет от морпорта. Это сам морпорт. Дендрарий! В Дендрарии очень много различных растений, чистый воздух, прекрасные виды. Обязательно посетите. Сейчас закрыли канатную дорогу, поэтому вы будете взбираться вверх своим ходом. Это санаторий Аркжинькидзе, который сейчас реставрируется, но если его откроют, то обязательно тоже посетите, как минимум будете проходить мимо, посмотрите на него. Два места, которые, как минимум, невозможно не посетить. Одно из них это железнодорожный вокзал в Сочи, с его знаменитыми ласточками, на которых вы можете добираться из Адлера в Сочи. И обратно. Аэропорт. В аэропорту остались еще такие элементы, которые напоминают нам об Олимпиаде. Это интересный фойе в центре аэропорта, в котором вы сможете покушать. У меня почему-то все завязано о еде, вероятнее всего, поэтому у меня есть фудблок. Если вы приехали без экскурсий, если вы остановились в гостевом доме, берите такси, ну или как местные жители, старайтесь понять этот город изнутри. Используйте общественный транспорт, это автобусы, это электрички. Узнавайте этот город изнутри, он прекрасен. Он действительно прекрасен, и там каждый найдет что-то для себя, что он обязательно полюбит. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Обязательно запишу вам на них ответ. Меня зовут Дарья Сорокина. Надеюсь, вам это видео было полезно. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Забыла сказать, пишите в комментариях, какие места я не назвала, какие из этих мест ваши любимые, какие ваши впечатления от Сочи после его посещения, согласны бы со мной или совершенно нет. Не забудьте загадать желание Черному морю, стоя на волнорезе где-нибудь на набережной.